Говоря о теме доступного жилья, стоит отметить, что Ненецкий округ сработал, что называется, на опережение. Еще в декабре 2017 года в Заполярье была принята программа 1% ипотеки. О промежуточных итогах реализации прорывного проекта нам рассказала главный финансист Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. Я хочу сказать, что в свое время у нас в 2015 году, когда вводили 5% ипотеку, у нас была достаточно высокая средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, около 14%. После того, как с 2015 года вступил в силу закона 5% ипотеки, постепенно эта ставка начала снижаться. Сейчас она уже, так сказать, меньше 8%. То, что поставлено задачей президентом с 9 до 8 снизить, мы уже достигли этого рубежа, этой планки, благодаря, наверное, 5%. В последующем у нас уже в 2017 году заработала 1% ипотека, которая значительно снизила среднюю процентную ставку, в том числе и очень много семей смогли улучшить свои жилищные условия, благодаря 1% ипотеку. Сначала действует где-то 213 семей, смогли воспользоваться этим инструментом. Если мы раньше субсидировали снижение ставки 10 лет, то было введено, уже этот порог был повышен до 15 лет, но фактически максимальный срок кредита 15 лет у банков, как правило, в том числе это у нас банк, который может быть и больше, но основное тело долга, оно в этот срок укладывается. Поэтому здесь мы тоже на опережение уже сработали. И у нас существенно в прошлом году выросло количество заемщиков, семей, которые воспользовались 1% ипотекой. Потому что был вторичный рынок, если до этого у нас было только первичное жилье, то теперь был вторичный рынок, кроме деревянных конструкций. Поэтому в принципе в прошлом году у нас уже 162 кредита было выдано, это просто бум, если я считываю, из 10 и 13 и 162 это в прошлый год. Сейчас мы запланировали тоже продолжить эту программу. И планируем, что по данным банка у нас будет где-то 173 семи. В этом году мы сможем дать кредит возместить, допустим, разрешить выдачу. И, конечно же, мы выплачиваем проценты по тем кредитам, которые были выданы ранее. Продолжение следует...